МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И при поддержке посольства Швеции в Республике Беларусь. И несмотря на то, что режиссер Александр Горцуев на вопрос о причинах интереса к сложной драматургии Стринберга отшучивается, что это произведение соответствует его внутреннему настроению, именно предложение европейских коллег в комбинации с планами на участие в международных фестивалях явилось главным толчком для постановки, совсем не простой для восприятия пьесы. Я подумал, почему бы нет. Я подумал, что это, помимо Стринберг, я бы никогда не поставил. Аликали являясь некая нагода, як быцем некий, так кажут перст, возьми, сраби такого вот этого Стринберга, який завсёд для меня бы утекал, аликога я боялся, тому что я веду, что наш гадаш, ну, трошки полохается. Спектакль, над которым вместе с режиссёром работали художник-постановщик Юрий Соломонов, художник по костюмам Валентина Неборская, композитор Дмитрий Фрига, режиссёр по пластике Евгений Корняк и художник по свету Семён Давыденко, адресован взрослому, но молодому зрителю. И если с музыкой Дмитрия Фриги публика уже хорошо знакома по другим постановкам РТБД, то экспрессивные костюмы Валентины Неборской – это дипломная работа талантливого автора в Белорусской Государственной Академии Искусств. Сложные отношения между отцами и детьми, бедность, обман жертвы, мать, которая будто пеликан должна кормить голодных детей своей кровью, больше напоминает хищника-ворона. В главной роли Александр Горцуев однозначно видел Людмилу Сидоркевич, которая до жути чётко передала характер героини. Вместе с ней «Оду преступной страсти» Стринберга на сценичной площадке исполняют Артём Курень, Анна Семеняка, Максим Брагинец и Галина Чернобаева. Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит жизнь. Борис Пастернак. Отдыхайте культурно.